Доктор Закер Найк, меня зовут Джерри Томас. Я изучаю журналистику в Университете Усмания, и у меня есть друзья, и мы общаемся на сайте sakshaytimes.com. У меня есть вопросы к вам. Первое. Я всегда знал, что Коран не полон без хадисов. Вы также процитировали другие священные писания. Вы также упомянули Библию. Библия говорит, что всякий, кто отрезает Иисуса Христа, является духом антихриста. Это является пророчеством. И также я знаю, что в хадисах говорится, что у пророка Мухаммада было дьявольское вдохновение. И какой вывод я должен сделать из этого? Брат задал вопрос насчет нескольких предположений, которые я упоминал. Он сказал, он знает, что Коран не полон без хадисов. И теперь он услышал, что я цитирую другие священные писания. И если я цитирую Библию, это означает, что мы должны следовать Библии. И он сказал, что Библия говорит, любой, кто не верит и отвергает Иисуса Христа, мир ему, попадет в ад и так далее. Так каков же мой комментарий всему этому? Пункт номер один. Коран не является неполным без хадисов. Но Коран полон сам по себе. Но, но чтобы понять Коран, вы должны обратиться к толкованию Корана. Толкование Корана — это хадиси, которые являются подлинными высказываниями пророка Мухаммада, да богословит его Аллах и приветствует. Коран сам по себе является полной книгой, аль-хамдулиллах. Но если вы хотите более подробные детали о нем, вы должны обратиться к подлинным высказываниям пророка Мухаммада, да богословит его Аллах и приветствует, которые мы называем «достоверные хадисы». И только потому, что я процитировал некоторые отрывки из других священных писаний, это не значит, что я согласен, что весь остальной текст из священных писаний — Слово Божье. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я использовал стратегию Корана, о которой Аллах говорит в Коране в 3-й суре Аль-Амран в 64-м аяте. О, люди Писания, давайте придем к единому Слову для нас и для вас. Аллах говорит в Коране в 13-й суре Аль-Ра'ад в 7-м аяте. У каждого народа есть наставник. И Аллах послал много откровений, много книг, но только четыре упоминаются в Коране. Это Тавра, Забур, Инджиль и Кур'ан. Тора — это откровение, данное Моисею, мир ему. Забур — это откровение, данное Дауду, мир ему. Инджиль — это откровение, данное Иисусу, мир ему. И Коран — это последнее и заключительное откровение, данное последнему и заключительному посланнику, пророку Мухаммаду, мир ему. Но поскольку все предыдущие откровения не спосылались только для определенной группы людей, которому они должны были следовать в течение всей своей жизни и в конкретный период времени, поэтому Всемогущий Бог не считал нужным сохранять его в первозданном виде. Но поскольку Коран был последним и заключительным откровением, о котором Аллах говорит в Коране, в 15-й сюре Хиджр, в 9-м аяте, «Воистину, мы не спослали напоминания, и мы оберегаем его». Таким образом, Коран — единственная священная книга на Земле, которая находится в первозданном виде. Не я говорю это, но это говорят ученые сравнительного религиоведения, включая Уильяма Мура, который был одним из самых ярых критиков ислама. И, будучи христианином, он сказал несколько лет назад, что не существуют священные книги. Он сказал, нет священной книги, как Коран, которая сохранилась бы в своем первозданном виде более чем на 1200 лет, а сейчас более чем на 1400 лет. Будучи христианином, будучи самым ярым критиком ислама, он должен быть правдивым, что Коран сохранился в первозданном виде. Поэтому все другие писания изменили свои составляющие, включая Библию. И я не считаю Библию Словом Божьим. Мы, мусульмане, верим в откровение, которое было дано Иисусу Мирьему, Инджиль. Но Библия, которая у нас, брат, вот эта Библия, это смесь. Она может содержать Слово Бога. Что совпадает с Кораном, у меня нет проблем принять, что это Слово Бога. Но также она содержит слова пророков и слова историков, и, прошу прощения за выражение, но также она содержит порнографию. Я не могу процитировать это здесь, я не могу. И также она содержит сотни противоречий и научные ошибки, и математические ошибки, которые на данный момент я не могу привести здесь. Но если хотите посмотреть, у меня были дебаты с доктором Уильямом Кэмпбеллом. Он написал книгу против ислама. Коран и Библия в свете истории и науки. И он сказал, что в Коране есть 30 научных ошибок. И я поехал в США. И он из Филадельфии. В начале апреля 2000 года у нас были дебаты на тему Коран и Библия в свете науки. И я ответил на все его утверждения. Но когда я указал на противоречия в Библии, он не смог ответить ни на одну из них. Аллах говорит в суре Аль-Бакура в 79-м аяте. Горе тем, которые пишут Писание собственными руками. А затем говорят, это от Аллаха, чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки. Горе им за то, что они приобретают. Так что сегодняшняя Библия и само слово Библия, если вы знаете, его нет в Библии. Но оно произошло от греческого слова «библос», что означает «книга из книг». И ученые говорят, что у Библии есть много авторов. Это говорю не я. Поэтому нынешнюю Библию я не считаю словом Бога. И также, если ты спросишь меня, можете ли вы считать Веду словом Божьим, или можете ли вы считать буддийские писания словом Божьим, или можете ли вы считать другие писания словом Бога. Я говорю, может, они являются, а может и нет. Поскольку было много священных писаний, посланных Аллахом, Субханаху ва Тааля. Много книг. Но по имени в Коране упомянуто только четыре. Но их было много. Такие, как Сухов Ибрахим и другие. Поэтому я говорю, возможно, что индуистские писания могут быть словом Бога. И буддийские писания могут быть словом Бога. И другие писания могут быть словом Бога. Но даже если они являются словом Бога, они были предназначены только для тех людей и только для того времени. А сегодня вы должны следовать последнему и заключительному откровению, которым является священный Коран. Поэтому любой человек, независимо живет он в Индии, в Америке, в Канаде, в Великобритании, в Сингапуре или в Саудовской Аравии, все люди в мире должны следовать последнему и заключительному откровению священному Корану и за последним и заключительным посланником, пророком Мухаммадом Мирьему. Я не говорю, что индуистские священные писания являются словами Бога. Даже если они являются, это было предназначено только для тех людей и только для того времени. Индуистские ученые согласны, что их священные писания были изменены. И буддийские ученые согласны, что буддийские писания были изменены. И ученые всех других религий, за исключением ислама, согласны с тем, что их священные писания потерпели изменения на протяжении веков. Но даже если я соглашусь для аргумента, что это Слово Божье, если они следуют за этой религией, и они верят, что это Слово Божье, они должны следовать каждой букве и каждому слову Священного Писания. Поэтому, если буддисты верят, что их Священное Писание — это Слово Божье, и если индуисты верят, что их Писание — Слово Божье, и также христиане, тогда все ваши Священные Писания говорят, что вы должны следовать учениям последнего и заключительного посланника пророка Мухаммада Мирьему. Поэтому то, что вы считаете Словом Божьим, я говорю, может быть оно является, а может быть и нет. Но поскольку вы верите, что ваше Священное Писание – это Слово Бога, вы должны следовать за Ним, и вы должны уверовать в последнего и заключительного посланника. Как об этом упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих от 12 по 14. Иисус Христос, мир ему, говорит, «Еще многое я имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он восславит меня, ибо возьмет от меня то, что мое, и откроет это вам». О ком он говорит? Это пророк Мухаммад, мир ему. Был ли какой-нибудь религиозный человек в мире, кроме Мухаммада, который прославлял Иисуса Христа, мир ему? Ты правильно сказал, что любой, кто отрицает Иисуса Христа, мир ему, попадет в ад. Ты ведь это сказал? Я согласен с этим утверждением. Я согласен. Ни один мусульманин не может быть мусульманином, если он не верит в Иисуса Христа, мир ему. И мы обязаны говорить, мир ему. Ты просто можешь сказать, Иисус, а я не могу так сказать. Я должен говорить, мир ему. Если я, как религиозный человек, не буду добавлять мир ему, я буду выгнан. Обычные люди могут говорить это. Но я должен добавлять мир ему. Поэтому мусульманин не будет мусульманином, если он не верит в Иисуса Христа, мир ему. Мы верим, что он один из самых лучших посланников Аллаха. И мы верим, что он родился чудесным образом, без вмешательства мужчины, в которое многие современные христиане не верят. Мы верим, что он оживлял мертвых с позволения Бога. И также мы верим, что он исцелял слепорожденных с позволения Бога. Мусульмане и христиане идут вместе. Но я знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь «верить в Иисуса Христа». Ты имеешь в виду... Скажи, что ты имеешь в виду? Поверить в Его божественность, правильно? Можешь подойти к микрофону? Когда говоришь «поверить в Иисуса Христа», это значит поверить в Него, как в пророка? Я верю в Его высказывания. Я ваш путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, кроме как через меня. Что это значит? Это значит, что Он — ренкарнация Бога. Брат задал дополнительный вопрос. Это стих из Иоанна. Я сам скажу тебе ссылку, не переживай. Я сообщу тебе, нет проблем. Ладно, скажи, какая ссылка? Иоанн, глава 14. А номер стиха? У меня есть Библия, я могу показать вам. Иоанн, глава 14, стих 16. Нет, неверно. Стих 6, а не 16. Извините, мистер Найк, вы не должны учить меня Библию. Вы просто задайте все свои вопросы, а на нашем сайте ответят. Правильно. Брат, ты не цитируешь. У тебя есть Библия в сумке, правильно? Ты можешь достать Библию из сумки и процитировать Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Это не стих 16. И ты сказал, что Иисус Христос, мир ему, сказал, что Он был Богом. Я приду к твоему вопросу. И прежде чем я перейду к твоему вопросу, позволь мне сказать тебе одну вещь. Я читал Библию, и во всей Библии нет ни одного недвусмысленного утверждения, где Иисус Христос, мир ему, сам говорит, что я Бог, или где Он говорит, поклоняйтесь Мне. Если какой-нибудь христианин может указать мне на одно недвусмысленное утверждение, или одно недвусмысленное заявление во всей Библии, где Иисус, мир ему, сам говорит, что я Бог, или там, где Он говорит, поклоняйтесь Мне. И тогда сегодня я готов принять христианство. Я не говорю от имени других моих мусульманских братьев, но я кладу только свою голову на гильотину. Потому что я студент сравнительного религиоведения. Ты читал Библию. Я тоже изучал Библию. Ты сказал, что я не должен учить тебе Библии. Иисус, мир ему, говорит, ищите истину, и истина освободит вас. Иншалла, я покажу тебе истину. И истина освободит тебя сегодня, иншалла. Как я ранее упомянул, во всей Библии нет ни одного недвусмысленного утверждения, где Иисус, мир ему, говорит, что я Бог, или где Он говорит, поклоняйтесь Мне. На самом деле, если вы прочитаете Библию, Иисус, мир ему, сам говорит. И это упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 28. Он сказал, «Мой отец больше меня», то есть превосходит в величии. И также в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 29, он говорит, «Мой отец больше всего». И также в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 28, «Я изгоняю бесов Духом Божьим». И также в Евангелии от Луки, глава 11, стих 20, «Престолом Божьим изгоняю бесов». И также в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 30, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Любой, кто говорит, что он не ищет своей воли, а воли всемогущего Бога, он мусульманин. Иисус, мир ему, был мусульманином, и он никогда не утверждал о своей божественности. И это ясно упоминается в книге Деяний, глава 2, стих 22, «Мужи иудейские, выслушайте мои слова». Иисус из Назарета был человек, чья божественная власть была ясно доказана вам всеми силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Вы сами знаете это, ибо произошло это здесь среди вас. Поэтому Библия ясно говорит, что Иисус, мир ему, был человеком, он был одним из самых лучших посланников Бога. И еще раз, нет ни одного недвусмысленного утверждения во всей Библии, где Иисус, мир ему, говорит, что я Бог, или где он говорит, поклоняйтесь Мне. Ты привел стих, чтобы доказать свою точку зрения, из Евангелия от Иоанна, глава 14, стих 6, в котором Иисус, мир ему, сам говорит, «Я, ваш путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, кроме как через Меня». Это является вырыванием из контекста. Некоторые люди берут аяты из Корана и цитируют их вне контекста, чтобы опорочить Коран. И также некоторые христианские миссионеры цитируют Библию вне контекста. Но я сообщу тебе истину. Ты можешь открыть Библию, если сомневаешься во Мне. Открой Библию для контекста. И перейди к первому стиху. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 1, говорит, «Иисус сказал, «Пусть не печалятся ваши сердца. Продолжайте верить в Бога и в Меня. Много покоев в доме Отца Моего. Если бы это было не так, Я сказал бы вам, «Я иду туда, чтобы подготовить для вас место. И когда приду и приготовлю для вас место, приду опять и заберу вас с собою, чтобы вы были там, где Я. Вы знаете дорогу, куда Я иду?» Один из апостолов сказал ему, «Мы не знаем, куда ты идешь. Откуда же нам знать дорогу? Тогда Иисус, мир ему, сказал им, «Я ваш путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, кроме как через Меня». Когда его апостолы спросили, «Куда ты идешь? И откуда нам знать дорогу?» Тогда Иисус, мир ему, сказал им, «Я ваш путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, кроме как через Меня». Мы согласны, что во время определенного посланника он является путем истины и жизни к Богу. И ни один человек не придет к Богу, кроме как через этого посланника, и также во времена Иисуса. Я согласен с Библией, что Иисус, мир ему, был путем истины и жизни, и ни один человек не мог прийти к Богу, кроме как через учение Иисуса Христа, мир ему. И во время Мусы, Моисея, он был путем истины и жизни, и ни один человек не мог прийти к Богу, кроме как через учение Моисея, мир ему. Но сегодня Иисус Мирьему сказал, как об этом упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 16 стихи от 12 по 14. Иисус Христос Мирьему говорит, «Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он восславит меня, ибо возьмет от меня то, что мое, и откроет это вам». В сегодняшнее время, в нынешнее время, пророк Мухаммад Мирьему, он является путем истины и жизни, и ни один человек не придет к Богу, кроме как через учение пророка Мухаммада Мирьему. И потому как пророк Мухаммад Мирьему – это последний и заключительный посланник нынешней эпохи, независимо от того, живет ли человек в США, Канаде, Великобритании, Индии, Саудовской Аравии или в любой другой части мира, для каждого человека, сегодня пророк Мухаммад Мирьему – это путь истины и жизни, и ни один человек не придет к всемогущему Богу, кроме как через учение пророка Мухаммада Мирьему. И это то, что говорят все священные писания, в том числе и Библия. Так что надеюсь, что теперь ты познал истину, и надеюсь, иншаллах, ты придешь к истине, и истина освободит тебя. Аплодисменты